В Германии две предприимчивые мигрантки из России зарабатывают на своей любви к шоппингу, туристическом цейтноте и чувстве неловкости забегающих по магазинам бывших соотечественников. Ольга Агинская их все-таки поймала. Кофточки, юбочки, штаники. И далее по списку купить за три часа. Нелегкая задача для российского туриста, ведь надо успеть это сделать между поеданием белых сосисок и осмотром мюнхенской пинокотеки. Персональный шоппинг-ассистент – новая услуга для россиян, приезжающих в Германию. За счет того, что мы знаем, куда идти и какие матки где приставлены, получается, что проведя шоппинг, ты тратишь минимум времени. Что бы я без таких помощников делала, говорит Ольга, экономист из Омска. Для нее главная проблема – трудности перевода. Ну как объяснить немцу, что надо примерно то же, но только с перламутровыми пуговицами. Я нашла чуть больше, чем рассчитывала, но я совершенно согласна это потратить, потому что такая возможность предоставляется не слишком часто, и надо пользоваться, на мой взгляд. Когда мы говорим, что мы работаем с русскими туристами, нас принимают все магазины со распростертыми руками. Потому что русские туристы известны своей любовью к моде, к фэшну, одеваться, что-нибудь красивенькое, что-нибудь модненькое. Модненькие вещи даже из новых коллекций здесь часто оказываются значительно дешевле, чем в России. А во время распродаж шоппинг-ассистенты обещают отвезти по рыбным местам, где скидки до 90%. Элитные часы, обувь, электроника, но все-таки главное – одежда. Обычно помощники работают бегом. Наш рекорд для мужчин – это час 15, когда мы одели и кейжуэл, и бизнес. Ой, был очень доволен, отправился тут же пить пиво. Три часа услуг шоппинг-ассистента обойдутся клиенту в 240 евро. Но россияне говорят, с учетом экономии времени и скидок, которых они сами не нашли бы, это все с лихвой окупается. Обновки тут же подгонят по фигуре, примерку обязательно отметят шампанским. Чтобы угодить нашим русским покупателям, мы заказываем для них специальные товары и сдаем буклеты по-русски. Они давно даже посылали своих сотрудников в Россию, чтобы понять стиль жизни и стиль одежды россиян. А вот москвичке Марии никакие помощники не нужны. Она сама себе консультант. В немецком магазине будущая невеста выбрала себе весь наряд. И говорит, что лишние советчики ей бы только мешали. Если ты точно знаешь, что ты хочешь купить, то с минимумом английского это возможно сделать самому. И все же популярность шоппинг-ассистентов стремительно растет. Если пару лет назад это было почти хобби, то в этом году их услугами воспользовались уже сотни россиян. И сервис тоже меняется. Теперь все покупки помощники отправляют прямо в гостиницу клиенту. И оформляют ему пакет документов для таможни, чтобы еще раз сэкономить, уже покидая Германию. Позврат НДС еще один приятный момент шоппинга в Европе. Главное не забыть заполнить формуляр текст-фри, взять чек в магазине и получить наличными или на карточку до 19% от стоимости всех ваших покупок. Прямо в аэропорту. Ольга Одинская, Тарас Секерко, РЕН-ТВ, Германия, Мюнхен. Совсем другие заботы у мужчин, лишенные возможности быть блондинами, шатанами.